Коммунальные тарифы к концу года могут вырасти на 10-20%. Изношенные сети требуют ремонта. В этом году по программе «Тариф в обменной инвестиции» рассчитывают модернизировать 6,5 тысяч километров сетей и снизить износ на 3%. Жители каких областей будут платить больше за свет и тепло, расскажут мои коллеги. Аварии на ТЭЦ, порывы на теплосетях и перебои с электричеством. Последствия изношенности коммунальных сетей по всей стране. Поэтому тарифы всё же будут расти в среднем на 10-20%. Но в Комитете по регулированию естественных монополий уверяют, что средства действительно пойдут на модернизацию. На сегодняшний день то, что у нас существующий тариф, не полностью покрывает и достигает таких показателей. Поэтому была разработана программа «Тариф в обменной инвестиции». За счёт повышения дополнительных средств, получаемых от тарифного дохода, будет направляться именно на конкретные цели. В Костанай о повышении тарифа на электроэнергию сейчас на рассмотрении. Предполагается, что в среднем цены поднимут на 7%. Повышение одного тарифа потянет за собой рост цен и на другие коммунальные услуги. Поэтому пока документы тщательно изучают и ждут ответы на соответствующие запросы. Повышение электрической энергии, помимо того, что окажет влияние на средний чек для потребителей, кроме этого, также влияет на тарифы субъекта сейсмонополий, которые оказываются в услуги по водоснабжению и водоотведению. Департамент рассматривает объективность представленных документов. Эксперты же отмечают, что сдерживание тарифов все предыдущие годы и привело к такому износу коммунальных сетей. Ремонтировали их только в случае аварии. К примеру, средний возраст казахстанских ТЭЦ – 62 года. Поэтому, говорят специалисты, эпоха дешевых энергоносителей закончилась. А ТЭЦ – вообще пережиток прошлого. Вот эти тарифы и вот это центральное отопление, оно дестимулирует потребителей экономить вообще в целом. Если электроэнергию мы хоть как-то экономим, считаем, там, свет выключаем и так далее, то потепло этого нет. И, безусловно, вся вот эта модель центрального отопления, я говорю, что это, в принципе, от неё нужно отказываться, нужно переходить на распределённую газовую генерацию. Таким образом, считают специалисты, во время аварий не придётся отключать весь город от тепла. А те, кто хочет экономить, смогут платить меньше и наоборот. Пахромбек Талибжанов, Нина Шаппо, Жанебек Какимжан, Информбюро.